Всем привет, с вами Медиамаркт Гейминг. Сегодня мы будем распаковывать Nintendo Switch, новую гибридную консоль от Nintendo. Nintendo Switch — это уникальное устройство, сочетающее в себе и домашнюю, и портативную консоль. Что оно из себя представляет? Nintendo Switch — это в первую очередь планшет, оснащенный тачскрином, поддерживающий разрешение экрана HD Ready, то есть 720p, в данном случае с частотой до 30 кадров в секунду. Ну, конечно, с современными устройствами ей не тягаться, но Nintendo никогда не говорила, что она будет гнаться за современными устройствами. Еще давно, когда была конференция Nintendo и презентовали Nintendo Wii, представитель Nintendo заявил, что если вы хотите графони, то идите в другие двери. У нас по-настоящему семейные игры. Это не просто док-станция, это не просто подставка для Nintendo Switch, которую ты подключаешь к телевизору. Она обладает своим железом. Стоит только вставить планшет в маленькую док-станцию, а док-станцию подключить к телевизору по HDMI, то консоль увеличит частоту кадров вдвое, а разрешение превратится в Full HD 1080p. Эта механика позволяет при необходимости достать консоль и, не прерываясь, продолжить игру в пути. Или наоборот. Но это не является единственной интересной возможностью приставки. В комплектацию входят так называемые джой-коны. Это универсальные манипуляторы, позволяющие использовать консоль в зависимости от того, играешь ли ты один или с другом, в портативном режиме или перед телевизором. Если ты играешь один в пути, джой-коны нужно закрепить по бокам планшета. Они крепятся очень просто. Раз. Два. Все. Можно играть. Если к тебе присоединился друг, то достаете ножку, вынимаете джой-коны, один смело отдаете ему, другой оставляете себе и играете вместе в игры, поддерживающие хот-сид. Это может быть Mario Kart или специальные игры, где нужно доить коров, сражаться на мячах, на скорость отвечать на звонок и многое другое. Контроллеры оснащены акселерометром, вибромоторчиками, гироскопом и очень хорошо позиционируются в пространстве. Но как же управлять консолью, если мы собираемся играть в домашних условиях при подключении к телевизору? Очень просто. Есть два джой-кона, которые вставляются вот в такой каркас. Он идет в стандартной комплектации. Это каркас геймпада. Два джой-кона нужно вставить в него. Что делается довольно просто. Раз. Два. Геймпад готов. Консоль работает 3 часа в активном режиме без подзарядки. С анонсом Nintendo Switch многие third-party разработчики и издатели выразили поддержку консоли и их желание работать вместе с Nintendo. Один из самых громких анонсов это Skyrim. Bethesda портирует игру на новую консоль. Также Epic Games адаптирует свой движок Unreal Engine 4 для консоли Nintendo Switch. Таким образом, мы ждем много новых тайтлов. Не только от самой Nintendo, но и от других издателей. Лично мой фаворит среди всех вышедших на данный момент игр это новая часть приключений Линка в игре Zelda Breath of the Wild. Впервые игра серии Zelda выходит полностью на русском языке. В комплектации также идут провода, кабель питания, HDMI кабель, ремешки для контроллеров, которые нужно крепить на запястье в активных играх. И самое главное, море отличного настроения. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok